здравия дорогие друзья сейчас будете обращать внимание на мой внешний вид для этого я и одел тензорные кольца для того чтобы часть из вас на это обращала внимание и не слушала то о чем я сейчас буду с вами говорить вы знаете меня манипулятор или будь ки вещи пост козявкой пончиком безумно люблю такие вещи делать вообще все мои публикации это манипуляция с вашим сознанием и с моим также кстати вот сегодня в честь дня трех шестерок нужна эти да сегодня на 16 0 6 2024 это три шестерки это громаднейшая энергия при котором нужно кое-какие иногда делать публикации для того чтобы не только себя почистить и вас взять в определенную энергию в определенный энергетический канал поэтому кольца я снимать себя не буду вы можете в прямом эфире отвлекаться от моей темы и задавать вопросы что же то у гуры на шее и на голове естественно я не буду вам отвечать на этот вопрос но буду фиксировать каждого кто об этом будет писать а сейчас знаете чем я хотел с вами поговорить вот в этой теме сегодня весь день прокачиваю ну как везде давайте честно не весь день уже четвертый час я прокачиваю интересную тему это есть такой николай козырев знаете николай козырев мне эта тема пришла внезапно причем сама поразительная я уже дискутировал на эту тему буквально два-три дня назад с некоторыми людьми и сегодня мне еще один человек парапсихолог мой парапсихолог который нашел себя в ну скажем так в осознании у нас сегодня прям целый научный как бы так правильно симпозиум в лице одного и одного диалог и вот мы уже общаемся мы уже дошли до римской империи про том что вы знаете да в официальной истории римская империя развалилась только по причине того что был разрад и бла 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 а это для людей которые обращают внимание тензорные кольца римская империя распалась по причине того, что там был разрат. Там далеко Римская империя не распалась, она просто исчезла в какой-то момент. Давайте так. Про Козырева. То, что знаю я, то, что уже понимаю я, и то, что я бы хотел на вас донести. Все вы прекрасно знаете о том, что много кто уже говорит про изменение мерности, про переход в другой мерность. Но люди этого не понимают. Вы знаете, я где-то не буду кривить душой, для меня тоже, как для человека, который учился в системе, в системе, советской системе, вы же знаете, там мы все учили в советской системе, те, кто 80-е, 70-е и так далее. Для меня очень тяжело понимать, что каким образом можно трансформировать себя как личность, как физическое тело с атомами, со всеми нюансами. Вот реально. Перейти сейчас, подожди, Лев, сейчас мы дойдем до этого. Перейти в другую меру, в другую плотность. Для себя я это понимал, что человек должен умереть, сменить мерность, он где-то там просыпается, там все нюансы. Об этом мы, кстати, говорили уже не раз. Но тут до меня начала доходить интересная информация. Я как-то на телеграм-канале поднимал этот момент по поводу Николая Теслы. Все вы прекрасно знаете официальную версию, значит, Николай Тесла якобы что-то там изобрел. Давайте так, пока я так говорю, как оно есть. Якобы, потому что есть теория вероятности, относительности, теория Николая Тесла, там много скептиков и всего остального, о том, что он там передавал энергию на расстояние, ну, в общем, все, что вы видите в интернете, об этом сейчас я говорю. Но есть один маленький-маленький нюанс. Николай Тесла получал информацию не по своим знаниям, а по тому, что ему приходило как это, голос в голове. Кто внимательно изучил его практику, его научные труды и все остальное, он же даже не математик был. Ну, как вот человек, который не математик, может изготовить такие вот автомобили, такие вот машины, которые были у него изготовлены согласно официальным теориям. Хотя я уже ни хрена не верю в официальную теорию. Вот прям на сегодняшний момент абсолютно ни во что не верю. Хотите, хейтите меня, хотите там, что... Не верю вообще ничего. Я даже в эту гребаную букварь не верю уже, которая, знаете, висит за моей спиной одна из подтверждений буквиц, которая тоже могла быть. И то я уже даже, наверное, и в это не верю. Ни во что не верю. Абсолютно. Все, что вокруг меня, даже эта гребаная крышка, она нереальная. И каждый раз, когда ты к этому приходишь, у тебя идет осознание, а что ты говорил, у меня мурашки по коже, от того, что делать дальше. Ну все, все, вот это все, это гребаная материальная, которая нам создана этой матрицей и этой энергии. Фильм Люси, один из моих подписчиков, только что сбросил в телеграм-канале, говорит, Гура, просто посмотри этот фрагмент. Когда Люси разговаривает с этими научными сотрудниками и говорит, все вокруг иллюзия, это энергия. И вот помните, этот автомобиль, который он говорит, запустите автомобиль на видео, пока он медленно едет, вы его видите. Чем быстрее он разгоняется, тем меньше вы увидите. И в какой-то момент вы разгоняете его до максимальной зрительной скорости, которую вы уже не видите. И автомобиль пропадает из вида. Он есть, но его нет. Понимаете? Соответственно, пока мы с вами в этой энергии двигаемся по определенному движению, скорости движения энергии, так называемых атомов, так называемых торсионных полей и всего остального, мы с вами видимы. Но как только нас раскручивают на скорость, ту, которую мы уже не видим, мы уже не чувствуем и не видим. И она это доказала. Ну как, в фильме это показали, а вообще в целом это реально доказано. А теперь мы с вами поднимаем тему коллайдера. Помните тот коллайдер? Они же его раскачивают на какой скорости для того, чтобы эти атомы перестали быть видны. И теория вот этого большого взрыва, да, то, что они там делают якобы эксперименты. Нет. Все здесь по-другому. Они меняют мерность, они меняют энергию вокруг нас. Понимаете? Или мы становимся невидимыми? Да, Алиевси, или мы становимся невидимыми? И мы возможно реально невидимыми. Понимаешь? И вот эту теорию с Николаем Тесла и Николаем Никола Тесла и Николай Козырев оба физика. Ну, один астрофизик, второй физик. Один исчез. Исчез, его же нет. Теслы нет. Понимаете? Я когда изучал эту тему про тот отель, а более того, когда в этот отель приехал дедушка Трампа, потому что он был полицейским. Дедушка Трампа. Чисто совпадение. Полицейский, который едет к супер секретную бляха отель. Понимаете? Супер секретный, я не знаю, номер. И по какой-то причине он закрывается там. И дальше все пропадает из вида. Все бумаги и все остальное. А где же Тесла? Куда он делся? Где тело Теслы? Сейчас, секундочку, тех, кто здесь задает вопросы по саммиту, мне вообще саммит не интересен. Где Тесла? Кто-то видел тело Теслы? Кто-то видел могилу Теслы? Кто-то раскапывал? Кто-то брал какие-то моменты? Где оно? Дедушка Трамп получила Теслу все разработки. А вам не кажется, что Трамп во времени летает? Не думали? А не думали, что Тесла где-то сейчас в другом временном, в других временных рамках? Не думали об этом? Не думали, что Тесла изобрел не то, что машину времени он изобрел вот эту телепортацию. Кстати, мы сейчас с вами плавненько и нежно подойдем к зеркалам Козырева. Очень много в интернете к сожалению пишут о том, что Николай Козырев был хоть хорошим физиком, но его изобретение с зеркалами это не хочу матюкаться фейк. Представляете? Вот открываешь сейчас те же российские сайты я открыл через VPN у нас же все через жопу сделается и вот я начинаю читать фейк 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 разработков а чё ж звук звука может не быть давайте мне скажите звук есть еще не ма мне нужен новый теорий зара все старые старые да 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 ну что звук есть есть отлично позвонила просто мама так вернемся к изобретению Козырева вернемся к изобретению точнее не изобретению а как уже так правильно вам сказать что для вас вообще зерк давайте так только честно это способ просто посмотреть на себя правильно просто посмотреть на себя знаете почему в моей квартире нет зерк вообще нет нигде зерк одно маленькое маленькое в ванной комнате такое чтобы чисто можно было посмотреть прищики на своем лице больше нет нигде нет зеркала в моей квартире нигде ни в каком месте ни настольное ни напольное ничего знаете только почему что это портал правильно это же портал есть обряд такой очень интересный я его не рискую делать потому что достаточно знаю нехорошие последствия магический обряд вы ставите два зеркала обычно два зеркала самых самых простых такие на ножке с одной стороны с другой стороны ставьте свечку туда доставьте возьмите где-то время ночное плюс-минус портал открывается с 12 ночи до 3 ночи я кстати вам не рекомендую это дело сразу говорю но если хотите проверить эту теорию а потом в какой-то момент посмотрите загляните в это зеркало и посмотрите отражение свечки в одном из зеркал отражение свечки будет меньше в количестве чем в другом из зеркал это теоретически тогда когда открывается портал вы тогда это все увидите там вылезут ну я говорю не советую это делать это как вот с этим моментом зеркало когда вы подходите к зеркалу ставите бумагу прикладываете а кто-то будет снимать сбоку просто рассмотреть и он увидит в отражении зеркала что вы спрятали за бумагой как же такое получается вы знаете почему для зеркала нет преград вообще его нет вы когда смотрите на зеркало по факту вас нет зеркало вас не видит и не хочет видеть у зеркала своя жизнь так вот продолжим дальше Николай Козырев скорее всего получил какие-то документы от Николы Теслы ну у меня такое предположение есть он продолжил уже своим умом своими знаниями в разработках этих всех так вот Козырев как раз таки и для меня как для человека который более-менее в этом все начинает понимать это и есть тот человек который реально открыл даже не теорию никакую не гипотезу а что не есть смысл телепортации человек через зеркала просто в интернете сейчас возьмите и вбейте зеркала Николая Козырева вот зеркало Козырева знаете как сразу пишет Википедия я вам расскажу зеркало Козырева в русской эзотерической литературе 90-х годов как псевдонаучное устройство понимаете псевдонаучное устройство сделано из длинных листов алюминия иногда из стекла или отражающего зеркального материала скрученный цилиндрический спираль то есть он как по спирали сделал это зеркало то есть вы заходите в спираль опять спираль смотрите спираль тензорное кольцо спираль ДНК спираль спираль энергия спираль спираль все вокруг вас это спираль все вообще все не обращайте внимания на голос потом будет нормально утверждается что он фокусирует различные виды радиации в том числе исходящие от биологических объектов когда эти объекты помещаются вовнутрь него и тут у меня наступает прозрение мы то с вами же батарейки а батарейки что они выдают радиацию энергию а энергия это радиация то есть получается что получается спирально спиральный объект в виде зеркала как изобретение козырева он с нас вытягивает ту энергию плохую энергию плохую энергию ее отображает в хорошую энергию и вновь в нас с вами ее вставляет понимаете зеркальце зеркальце свет мой скажи да все мне покажи помните как в старых народных старой народной сказке советской я думаю что она еще где-то хоть должна быть на ютубе не поудаляли когда она смотрела в зеркальце и рассказывала да всю мне правду покажи зеркальце свет мой скажи не все же так просто так согласитесь это для людей которые сейчас увлечены какой-то хренью всякой виде политических аспектов саммитов войны и всего остального им проще простого втереть в том что это все теория заговора а те люди которые начинают это все изучать и понимать что все это не просто так так вот зеркало козырева используется в экспериментах связаны с экстрасенсорным восприятием проводимых в институте экспериментальной медицины Сибири отдельной отделения российской академии наук к зеркалам козырева относится российский патент запатентован устройство для коррекции психосематических заболеваний человека давайте вспомним что такое психосематика это то что вокруг нас ежедневно происходит когда мы с вами просыпаемся утром в плохом настроении и мы себе закладываем какой-то энергетически плохой канал на целый день поэтому мы болеем поэтому мы там что-то еще делаем но у нас такое знаете поэтому кстати в СМИ в плоскости телевидения плоскости блогеров лидеров мнений и всего остального на данный момент это постоянно такое вот мне это напоминает мультфильм детский уже относительно старый это корпорация монстров помните этот маленький нюанс я его специально смотрел после того как начал в это все вникать вспоминайте они через определенные двери зеркальные двери зеркальные двери заходили попадали в детские комнаты что они делали с детками их пугали и батарейку заряжали после того как батарейку зарядили они снова попадали в свой мир и дальше вставляли все это в свои там какие-то причуханные ну там у них энергия снова появлялась то есть по факту получается как раз таки вот это психосематика ну это все вроде кажется примитивно да там какие-то чудища какие-то заходили что-то там делали там ну а если сейчас разобраться один сплошной гавах вокруг люди что должны делать качать 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 выдавливать эту энергию выдавать ее в той плоскости которые хотят определенной сущности хотите верьте в это хотите не верьте вы можете рассказывать что это все хрень собачья от этого ничего не поменяется это так на самом деле и есть человек создан для того чтобы качать качать и зарабатывать эту гребаную энергию для кого-то скажем так не для тех кого вы думаете не для Зеленских Бадинов всего остального забудь это вообще вообще неинтересно все намного интереснее когда вы начинаете в это все вникать так вот продолжим дальше с этой темой я запустив эту тему в телеграм канал на самом деле не ожидал вот такого вот ну как вовлеченности мне казалось что эта тема будет очень сильно тяжела для раскрутки но благодаря тому что подписчики на самом деле стали интересоваться этими знаниями я очень приятно удивлен значит если мы говорим про 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 теорию вот я вам если вы еще не читали телеграме я вам прочитаю согласно теории советского астрофизика академика Николая Козырева время материально оно переносит энергию со скоростью большей чем скорость света как в фильме Люси то же самое когда она показала о том что автомобиль если разогнать выше скорости света он исчезает его нет его просто нет в этом материальном мире а вопрос а куда он пропадает знаете вот на этот момент я пока не могу себе ответить куда пропадает объект физический объект куда если он сейчас есть здесь а во время раскрутки его нет тогда получается теория материального мира она исчезает она не сопоставляема с официальными документами и официальными источниками которые нам твердят про то что все это материя которую можно трогать так ее можно трогать до того момента пока не раскручивается энергия скорости атома как только скорость атомов раскручивается тогда получается материи нет тогда получается вокруг все исчезает а как так же нас учили в школе про то что все материально все создано человеком даже камни созданы человеком а как же так ну хорошо ладно камни не созданы а как же так так что происходит почему об этом никто не говорит а знаете почему я вам объясню а время это создано для контроля не просто так время это исчисление если раньше к примеру люди жили тысячу лет потом сократили их жизнь до 500 лет потом жизнь у них была 130 лет а сейчас у них ограничение 70-90 ну большинстве сейчас мы мы сейчас не берем с вами отдельных индивидуумов которые учатся которые живут там по 140 лет давайте мы не берем отдельные отдельных людей их очень и очень мало цифры правильно ли все цифры все в этом мире получается иллюзия тогда смысл жизни какой давайте так если это иллюзия какой же смысл жизни проснуться пойти на работу отработать свое время время обычное время получить какие-то материальные фантики за то что ты отработал это время прийти домой поесть потому что тебе нужна что энергия сейчас ливси подожди я говорю про 90% людей и дальше сделать все то же самое на следующий день и через день и через неделю все идет то же самое все идет получается по одной накатанной дороге и не влево и не вправо тебя ограничивают во всем тебя ограничивают в финансах неважно зарабатываешь ты миллиард долларов либо зарабатываешь ты 100 долларов ты все равно ограничен ограничен чем ограничен тем что тебе нужно постоянно зарабатывать ты постоянно думаешь о том что тебе нужны деньги и неважно сколько их у тебя тебе забивают в голову про то что ты должен даже если у тебя миллиарды долларов ты все равно должен потому что это что это фантики понимаете и получается что в тот момент когда поступает информация извне таких как николы тесли до о том что ты можешь отсюда выйти с этой матрицы тебе дают разрешение ты выходишь и выше его нет я уверен что вышла за счет этой энергии помните у него же машина была это якобы изобретена ну якобы не якобы я не могу подтвердить это не знаю мне все еще вот информация она знаете как вот выдавливает моя логика вот это забитая системная советская которую мне вбивали в голову годами о том что так только должно быть по-другому никак и когда я спорил с учителями и преподавателями что а что такое душа а что такое энергия почему в руках я чувствую какую-то энергию что-то в школе задал вопрос мне говорили ты задаешь слишком много неправильных вопросов неправильных вопросов за правильный вопрос что тебе делать куда тебе поступать а готов ли ты поступать в университет ты же должен в универ поступить после школы понимаете тем самым не забивали голову чтобы я не мог развиваться дальше хотя мне эти мысли приходили еще с далекого детства но я не верил в том что это все настоящее я маме задал вопрос мама почему это чайник почему это не какое-то другое слово а почему это а сработает в плите а ну это ж газ вот смотри почему газ почему газ ну почему слова газ а не какое-нибудь другое кто нам это сюда говорит откуда я знаю вот она же там есть информация понимаете чем я говорю и тут начинаешь реально задумываться что переход в ту плоскости которой я уже не раз говорил скорее всего она у нас с вами будет именно по теории козырева и по теории тесла вот я так думаю включится скорее всего какой-то механизм который раскрутит материальное до каких-то определенных моментов до вот той скорости и многие из нас кто будет готов они просто исчезнут в виде физического тела потому что мы состоим из этих атомов просто деньг и нет все будет зависеть от сильной раскрутки и как это будет вы знаете да там что согласно теории согласно официальным данным и все остальное земля крутится с какой-то громаднейшей скоростью прям громаднейшая громаднейшая не знаю что же да выдержит очень много это выдержит очень многие многие сойдут с ума так вот значит я читаю некоторые комментарии своих подписчиков и вы тогда можете это спокойно прогуглить здравствуйте антон я несколько лет наблюдаю за рады русских социальных сетях кандидат президента россии так вот она открыла но рада русских это кандидат которую она открыла зеркало козырева в питере вроде строить сеть казахстан точно уже тоже точно уже тоже работает с этими зеркалами не очень интересна эта тема понимаете да люди стали делать интересные вещи так просили в россии открыли центры с зеркалами козырева туда отказники от докторов приходят и излечиваются от многих болезней я последнюю неделю сама изучаю эту тему так как именно зеркало козырева творит чудеса люди описывают что когда ты там лежишь такое ощущение что душа выходит из тела так будто просто энергия и даже не прочитал этот комментарий но я в этом рассказал в самом начале эфира эфира очень интересно но очень бы хотелось такой центр и в украине или европе чтобы кто-то открыл будь то душа выходит душа а что такое душа это согласно церковным канонам якобы какая-то нематериальная частица которая заселяется в тот момент когда идет рождение да ну нам так описывать церковь а я вам расскажу душа это энергия это очищение энергии то есть очищение души во время того как вы находитесь в портале вы очищаете себя понимаете давайте очень просто прям совсем совсем просто есть автомобиль он едет за счет чего за счет энергии бляха энергия на везде одна он едет за счет энергии а энергию что ему должен давать автомобиль зачем автомобилю какая энергия нужно в виде электричества в виде топлива та же самая энергия топлива это тоже на если с электрическим еще более менее понятно электрика не бывает плохой либо хорошая там она одна вольтаж должен быть определенный для того или двигателя то в автомобиле с примеру там ветер внутреннего сгорания нужно хорошее качественное топливо если вы зальете в свой автомобиль плохое топливо в виде бензина например у вас хороший автомобиль новый да там взвем 20-го года и вы поедете и зальете 92 казенный какой-нибудь да там то собственно ваша энергия закончится и ваш двигатель придет в негодность там через определенный километраж а если вы будете заливать идеально чистой сбалансированный исключительно по техническим характеристикам для автомобиля он будет ездить миллионы километров вот так прописываю да вот обычно те кто создает такие двигатели собственно все то же самое с человек чем чище ваша душа ваша энергия внутри тем дольше вы живете тем легче ваши помыслы и чище ваши помыслы и сильнее ваши помыслы во всем понимаете поэтому зеркало козырева как раз таки и дает он ту возможность очищения вашей энергии во время медитации чуть-чуть не то медитация она раскрывает ваше я но на ней чищая но можно чистить ваши мысли понимаете а вот очистить вашу душу церковь что нам говорит для того чтобы очистить душу нужно покаяться серьезно то есть вы в это верите правильно том что вы просто приходите к человеку такому же какие вы только он в рясе и он себя считает рабом божьим и вас раб божий вы покаетесь ему и все и вы очистили свою душу да вы далее там пару копеек на церковь и вы очистили свою душу серьезно серьезно вы так считаете у вас других больше мыслей нет об очищении вашей энергии просто прийти покаяться и очистить свою душу вы очищаете свои мысли в церкви поверьте мне я знаю что вы там делаете церковь это эгрегор христианский эгрегор очень сильный эгрегор который много чего дает да поверьте в этой теме я очень давно кручусь и знаю прекрасно что такое церковь что такое покаяние и все остальное все что связано с ним ну мы сейчас не церковь я просто вам подсказываю некоторые моменты чтобы вы для себя немножечко понимали это не для того чтобы вы вышли за рамки церковные чтобы не ходили нет 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 ни в коем случае вы имеете право делать то что вы хотите нравится церковь даже туда ходить не вопрос если вы ходите доходить а если не ходите то начинаете искать способы очищения себя и вот зеркало козырева это есть то очищение при том что там ничего не надо включать понимаете ничего абсолютно никакие механизмы подключает вы просто делаете в правильной закручены по правильному спектру цилиндрический цилиндрический или цилиндрический конструкцию и излечиваете себя и тут работает что у нас психосематика если вы в это верите вы себя излечиваете представляете конечно такие темы никто не будет поднимать бигфарма она никогда не спит и же важно нам вам натулить вам натулить всю химию чтобы вы просто сидели на определенной химии а я вам скажу так что уже больше полтора года не пользуюсь никакими таблетками которые мы не убирать головную боль либо еще там что-то вот полтора год не использую таблетки очень редко в край редко когда у меня уже температура до 40 доходит и хреново падает бывает такое могу выпить для погашения температуры чтоб не сгореть потому что неприемлемо вот эти холодные ванны и во время болезни хотя нужно начинать это делать он заметь тот заметьте вы через зеркало общаетесь из прошлых эфиров так зеркало тоже по сути зеркало камера тоже зеркало так не был еще такой физик роберт бартни бартини по его теории существует два временных измерений и с их помощью возможен перенос энергии и анти гравитация у него много изобретений которые противоречить многим представлениям современной физики и таки да я зашел и тоже его почитал у него теория создание двух а то и трех временных пространств на одной плоскости в одном квадратном метре понимаете давайте сейчас объясню на данный момент согласно теории роберта бартини и еще некоторых российских кстати научных сотрудников которые не относятся к официальной науке мы живем с вами во временных во временных сразу вам скажу измерениях их ни одно не два их три а то и больше и в какой-то момент если правильно понимать каким образом можно перешагивать с одной стороны в другую сторону мы можем с вами попадать в разные мерности в разные измерения но эти измерения они идут вот как как параллельные дороги только в этой мерности образно может прилететь ракета да и попасть в вас а в это ракета не прилетит а в той следующий вообще войны нет понимаете да и вот эта теория бартини она подтверждает того что человек может выйти с этой с этого измерения перейти в другое измерение тесла да куда же делся тесла а я вам скажу что трампы они ходят с измерения в измерение и они контролируют несколько измерений они не только передвигаются машины времени они еще и в измерения ходят и все благодаря тесле я уверен что тесла сидит себе где-то сейчас я прям не знаю где может сидеть давайте так это конспирология есть в интернете паренек с испании по моему которая публикует пустые улицы или или пустые улицы посмотреть у него сплошные пустые улицы но на этих улицах нет исключительно только людей все остальное есть есть деньги в банке есть компьютеры есть все есть но нет людей он один он там снимает видео а потом он переходит в это измерение публикует первый раз когда это увидел у меня так было deep fake офигенно сделаны договорился с той же ты я не знаю там этилевой башней с римской там этой фигней там я не знаю просто договорился заплатил много денег чтобы вокруг него все исчезло ну хорошо теоретически с этим могу еще понять а как с полицейским участком участком договорился заходит туда там все на месте оружие вещдоки полиции нет а как в банк он заходит в прямо в эти в хранилище там много-много денег и он просто берет и смотрите ну в этом измерении это фантики я я ничего не могу купить здесь потому что никого нет это пусто это пустое он рассказал говорить люди вы не понимаете говорит это все что у нас в нашем измерении вот оно здесь никому не нужно в нашем измерении это тоже может так произойти поэтому не тратьте время на деньги не тратьте время на это тратьте время на том чтобы понять кто мы что мы и как отсюда уйти понимаете и я вот смотрю эти все видео и честно говоря я до сих пор не понимаю как ну как теоретически сейчас уже зная про теслу зная про все эти моменты про козырева я догадываюсь что он каким-то образом переходит с этого измерения в другое измерение но обратно возвращается сюда понимаете он там записывает ролики сюда возвращается показывать а там он реально ходит он просто берет ставит камеру окей не верите мне думаете фэйк согласен ставит телефон и начинает идти говорит ну смотрите я сам себя снимаю никого здесь нету берет вокруг себя смотрите нет никакой никого я здесь сам поставил и пошел там кофей левой башни сходил а там пуст он был в москве он был северной кореи он был в японии где он только не был а знаете как он передвигается мы думали задавали вопрос а ты как летаешь нет он говорит нет я перехожу просто по времени как по времени можно переходить другие города просто энергии ну реально тогда получается все таки тема сегодняшнего эфира она на самом деле очень серьезно давайте дальше я думала понравится к концу эфира вы много чего поймете так здесь у меня есть один подписчик который пишет что нам говорят об этом веды я всегда кстати тоже обращаюсь к ведом и санг-стритом бхагават гита как она есть глава 10 акшаранам карасми дванхат самасхана чаш хам и вакши ахам кала джатахам вишвута муках пословный перевод ашкаранам из букв ахкарах первая буква ясми я есть двандах двучленное слово самасхая из сложных слов ча и ахам снова я эва безусловно акшаян вечная калах время даже ведая об этом говорят просто нужно начать изучать дхата творец ахам я вишватах мухак брахма а теперь перевод самый интересный из букв я буква а а из сложных существительных двучленная я же вечное время я из творцов я брахма комментарий акара первая буква санскритского алфавита является началом вед без акара невозможно произнести никакой другой звук поэтому акару называют началом звука звук звук опять что пишут звука нет звук есть руслан если у вас звука нет ищите бери это и переключать что я сейчас могу рассказывать а то что изменяет голос то фигня есть значит так в санскрите без акара невозможно произнести никакой другой звук поэтому акару называют началом звука в санскрите тоже много различных типов сложных слов из них двучленные имена типа рама крашна получили название дван два в сложных словах этого типа основы например рама и крашна равноценны поэтому их называют двухчленными из всех разрушительных из всех разрушителей главным является время которое кладет конец всему время это представитель кришны ибо в положенный срок все сущее погибнет в великом огне разрушения это пишут веды это даже не библия пишется это веды и это санскрит на самом деле тот который нужно сидеть и изучать он очень тяжелый я его уже изучаю полгода у меня вот такая голова санскрит поверьте потому что оно ломает абсолютно весь стереотип который был на протяжении сорока двух лет у меня создан голове когда я верил понимаете в то что мне говорили среди живых существ занятых созидательной деятельностью главным является четырехголовый брахма поэтому он представляет верховного господа кришну ну и как вам только честно как вам после такого подтверждения фактов санскрипта и ведов в подтверждение фактов фильма Люси где кстати мой очень любимый актер снимается афроамериканец тот который давно уже не теории заговора а у него все документальные фильмы и все художественные фильмы последнее время связаны с с потусторонним с неофициальным там же веды там же конспирология жуткая причем такая что прямо аж голова болит от этого всего и он снимается в этих всех фильмах и в документальных фильмах и National Geographic он тоже вел очень классную передачу я смотрел ее не помню как его фамилия этого афроамериканца старенькая старенький старенький но он один из тех кто выглядит на свои года он один из тех кто скорее всего не принял Морган Фриман да он один из тех скорее всего я не буду утверждать принадлежит к определенным структурам глобального управления но не поддался вот этими всеми моментами с адренохромом там и всем остальным Фриман да а я сегодня еще опубликую в телеграм-канале одно видео классное вы прозреете там человек американец блогер он просто сказал говорит ну я не верю в том что все вот эти звезды это звезды которые просто случайно появились смотрите он там подводит примеры звезды как похожи друг на друга с разного с разных годов и всего остального и все это он красиво делает смотрите они все одни и те же они умирают якобы приходят в новом лице точнее в новом человеке но со старым со старыми линиями прошлого лица понимаете говорит ну все вот смотрите сейчас он умрет и придет снова таким это постоянно все одно и то же клоны правильно тогда если у нас есть клоны тогда на самом деле они бессмертные они просто клоны они не бессмертные тогда на самом деле нас нас сюда создают точнее нас создают и нас сюда внедряют для того чтобы они питались вот и все ну по-другому как его назвать блин меня реально вот от этой темы причем тема я рекомендую изучить вот с тароидальное поле тема тароидального поля как это рассеянного поля меня давно уже глушит ну прям глушит не по-детски я уже его сижу наверное года полтора изучаю и понимаю что вот я видео даже сбросил красные и синие в матрице таблетка красные и синие полицейские красные и синие демократы республиканские республиканцы красные и синие атом красный синий цвет днк цветовой гамме красные и синие что за хрень почему я этого раньше не видел почему об этом раньше не задумывался почему флаг красно-синий американский что за хрень как я смотрел матрицу жопой что ли за выражение как я мог не видеть очевидно полярность северное сияние небо синяя красная последнее время как компас стрелка красная и синие как пепси красная ну почему почему я раньше этого не видел почему только сейчас я уже начинаю везде все ловить и понимаю что цветовая гамма красно-синий реально красно-синий полюса полюса магнитов красно-синие огонь вода верно синяя красная тема на самом деле очень интересная я бы я здесь пытаюсь этого подписчика вытащить на разговор он очень много всего знает он говорит я не публично буду тебе информацию давать а ты будешь потом выводить это все с одной стороны может быть и хорошо когда ты об этом рассказываешь сам но с другой стороны все таки когда есть человек который об этом может говорить с тобой и подтверждает факты и со стороны это делает это вообще идеальный вариант к сожалению пока флаг ну флаг и у соседей и у Франции один и тот же там же штука этот поменяно разное это цветовая гамма мне здесь нравятся комментарии еще мой муж вникал и пытался мне что-то объяснить но до меня к сожалению не доходит видимо я еще не доросла 20 лет назад пришел к одному бизнесмену и сказал я знаю как перемещать предметы на большие расстояния до секунды рассмеялся бизнесмен а я ищу его а я а еще до этого как японцы придумали плащ невидимку я со мной другу выложил всю схему как это сделать и через год он прибежал ко мне со словами откуда ты знал и как это сделать ну такие инкогнито мне пишут у меня есть прочуханные подписчики я знаю я их чувствую еще был Акимов генератор торсионных полей был такой Акимов был я знаю только о двух людях в истории человечества которые не умерли и они были взяты живыми Тесла в том числе понимаете вот тоже хороший комментарий поверьте распоряжается поэтому называется самобичевание из личного опыта быв отвернут любимой девушкой начал пить пиво до этого вообще никогда не пил корил себя на третий день осознал что именно так и становится алкоголиком и перестал себя винить и пить пиво это было осознанное решение ключевое самовнушение при этом все пройдет и печаль и радость и влюбленность результат все прошло со временем третья взаимную любовь и с другой родили вас 53 детей счастливы несмотря ни на что и на войну поэтому все это психосематика верно все это психосематика все так как вы себя настроите так оно и будет поэтому мы и есть то время мы есть число мы есть атом и мы есть то чего нас нет ух ты какая какой вывод мы вроде как и есть а вроде как и нас нет мы вроде как говорим что-то а вроде как и ничего не говорим какие не я а знаете что я вам больше скажу разговаривая тоже с некоторыми умными людьми которые очень хорошо в этой всей теме ведомской они говорят а ты в курсе на том что не было ночью ее не было в прошлых настройках ночи не было ты смотри эти фильмы которые там делали в этой человеческой временной сколько там пятистолетней всей этой ерунды не было темноты не было зимы не было снега была одна и та же погода одна и та же которая была включена и которая которая просто для людей было если человеку нужно было отдохнуть он отдыхал он заходил себе там куда-то там и отдыхал а потом придумали для нас как раз таки и время придумали и ночь придумали все эти моменты все для того чтобы что чтобы контролировать понимаете вот люди рекомендуют посмотреть фильм с узирью там очень хорошо рассказано про временную матрицу и временное время сделал вывод что эфир торсионные поля информационное поле и эманация одна из одна и та же субстанция думаю она связывает мир духовный и материальный о сергей алексеевич пришел к моему же мнению про том что духовный мир и материальный он в одной связке вот и все когда мы говорим с вами про какой-то духовный мир про выход из материального в духовный мир это не то как вы думаете опять же вот по церковным канонам это так как нам вбили в голову а по тем теориям опять же того же теслы козырева и всех остальных это скорее всего просто раскрученная раскрученная энергия атома вот и все вот раскрутилась энергия атома и мы с вами перешли в тот в то или иное измерение вот как с этим молодым человеком который каким-то образом переходит в те измерения где он там хочет где он там существует а потом возвращается обратно ну друзья коллеги друзья подписчики мои я вам рекомендую начать реально изучать эту всю тему и если кто-то из вас владеет знаниями я вас прошу только реально знаниями я готов точнее мне очень бы хотелось бы с вами пообщаться в эфире не просто пообщаться а бы как а что именно теми знаниями неофициальными может быть мы сможем найти как бы так правильно сказать ну подтверждение теории Козырева и Николы Тесла и реализовать это все каким-то образом я даже готов поучаствовать в этом я вам на полном серьезе говорю я готов поучаствовать в теории и Тесла и теории Козырева даже с тем моментом что может быть сюда и не вернусь ничего страшного я реально готов получать мне это очень хочется Тесла был знаком с Ведами Козырев нет но его теория очень близка к концепции времени описанные в Ведах видите я читаю вместе с Вами то есть я еще не читал комментарии потому что вел эфир все что я рассказал смотрите люди уже здесь пишут верно вы не поверите так и делали в чем противоречим утверждение вынужденные колебания контура могут поддерживаться извне этого контура за счет взаимовлияния на источник что ж тут нового обратной экстратоки сверхвысокой частоты конденсатор плоскоспиральный что тут не известно и что тут не проверено верно по теории Козырева у меня вылечились несколько человек от самых плохих заболеваний у Андрея Щербакова есть книжка по его внетелесным путешествиям так вот он говорит что земля это типа школа где для душ есть ограниченное число ролей для каждой расписан сценарий в какой семье родиться в какой стране какие цели надо достичь в этом воплощении но необычность учебника в том что его каждый в процессе жизни может изменять и дополнять так что если от рождения попались карты не очень это можно подправить поэтому и не все предопределено как может показаться я бы мог Щербакову не поверить но мне ребенок когда был маленький точно так же описал устройство того света только детскими словами было покруче любых богомольных книжек Андрей Щербаков можете тоже себе записать если не будете просматривать эфир по новой Андрей Щербаков с его внетелесными путешествиями кстати это одна из тем которую я тоже хочу перечитать а потом возможно с вами поговорить может быть может быть зайдет ну и в общем короче так рекомендую тогда зайти на канал а то здесь реально очень много интересных подписчиков которые посбрасывали и литературу кстати из литературы рекомендую книгу Нить Арианды там и про царь голод рассказывается кто специалист литературу из библиотек изданной еще до 91 года будет иметь настоящие знания после уже одна херня кооперативная пошла без смысла и без ничего так ну я думаю что и эфир и те знания и та литература которая прозвучала здесь и те фамилии тех или иных теоретиков не говоря уже про конспирологию и все остальное было вам интересно если да готов это обсуждать дальше на канале причем что он что здесь либо можем в телеграм канале пообсуждать крайний пост крайний крайний пост крайне интересный там есть что взять с комментарием издателя софия хороший материал опечатала лиф сейчас нет этого издательства я его кстати искал вообще нет я тебе скажу больше другое он зашел в библиотеку в Киеве в одну из старых библиотек не буду говорить где потому что какие-то книжки сохранились я начал говорить с библиотекарем говорю дайте мне там те и те и книги она смотрит на меня говорит ну понимаете что их уже нет я говорю ну я понимаю что их нет где их взять их нет их уничтожить к нам приехали сюда все позабирали всю литературу связанная с теоретиками с конспирологическими моментами с теми подтверждающими фактами той или иной части говорит все позабирали причем говорит приехали быстро все забрали как будто знали что забирать и все вот все что есть я смотрю а там 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 нечего читать просто нечего читать ты понимаешь там ты видел это видео я его не сбрасывал из себя но многие сейчас постят в Борисполе музей есть и там барышня объясняет про то что в сорок первом году советские радянские войска захватили Борисполь и украинские войска их отбивали ты вообще представляешь своей головой что сейчас вбивают в голову современным школьникам я когда это услышал не поверил в это ну что значит радянские войска захватили в сорок первом году Борисполь это что за нахрен если на самом деле не изучать историю то я в это бы поверил то есть я прекрасно понимаю что дети которые сейчас растут они в это поверят что были радянские войска которые захватили Украину а украинские войска с немецкой германией освободили Украину поэтому мы сейчас в борьбе с россиянами наклеили себе люфтвафты кресты потому что тогда немцы нам помогли выбить радянские войска с Борис я сейчас это говорю а у меня наверное дед в гробу остаток его энергии он просто крутятся кости знаешь он бы вышел бы мне сейчас как дал бы по голове ты что совсем уже больной на голову такое говорить ну вот ты представляешь только мой дедушке я расскажу своим малышам ну это бред у них у родителей нет с этим браудовым давайте честно кто сейчас занимается детьми кто родители отдали в школу вот в эту школу не в советскую даже а вот в это название школу где ребенку будут рассказывать про эту ересь которую сейчас говорят в музее в Борисполе и когда ребенок придет к тебе и к папе скажет папа а ты знаешь что лютвафты нам помогали папа наверное который просто сидит бухает пьет пивка либо вообще не вникает в него что ему будет похер он скажет да нет сынок там это а как доказать вот как сыну доказать что это было неправда серьезно это потому что ты так думаешь 330 герц да я сегодня поехал за рулем на 12 лет и рассказывал не ну то такое тут больше понимания если оно сейчас так дальше будет идти то я понимаю что через несколько лет вся история будет полностью переписана вся абсолютно и мой дед будет врагом оказывается потому что он воевал в советской в радянской армии и воевал против лютвафта понимаешь то есть мой дед будет врагом для моих детей и внуков представляешь охренеть моя дочь со мной спорит и в книге тычит вы какие-то вот представляете что будет ну да Джош Орелл Джош Орелл да 1984 скотный двор один в один просто один в один так сказать но бесполезно историю нам дают ютубе историю мы не расположили такую 85 да хуже еще я вам скажу другое хуже то что это будет пример двадцатого и двадцать первого года когда ты своей головой понимал что все это неправда вокруг да что это все надумано а большинство людей которые общество твое оно говорило что ты там ваксер антиваксер и все остальное вот теперь будут говорить что ты пред а они будут тебя подтягивать под кремлевского агента если ты считаешь что советские войска были с нами с украинскими войсками которые воевали против люфа авто ты агент кремля предатель и более того они еще уголовное дело тебе пришьют и большинство это поверит понимаете большинство в это поверит поэтому вот такие темы как только что я сегодня поднял про торсионные порядок про поля про тороидные поля про козырева про тесла про все остальное о чем говорить кто эти темы будет изучать люди не хотят понимать что вообще творится за пределами вашей квартиры идиократия это идиократия ну да идиократия кстати очень классный фильм тоже рекомендую посмотреть более того я вам скажу что сегодня посмотрел фильм секретное задание секретная зона двадцать первого года посмотрите на нетфликс он есть гугли там украина там и грязная бомба сброшенная в Киеве там все ну и в конце концов вся история переписана ничего нет адекватного ничего вообще не про того что происходило у нас в те времена всего всего навсего шестьдесят лет назад ничего уже нет шестьдесят лет всего давайте честно коллеги умные я не знаю как вас назвать там друзья как угодно давайте только честно если за шестьдесят лет они переписали историю многовековую я это мог бы назвать историю то что им стоило переписать историю трехсот лет ну что им стоило что им стоило переписать историю пятиста лет тысячи лет я не говорю уже про полторы две и про там богов и всего остального я вообще не понимаю уже что им они за шестьдесят лет успели переписать абсолютно все уже люди в это верят каких тысячи лет какие времена пушкин и всех остальных и знаете почему некоторые участники официальной истории брали себе псевдонимы знаете почему скажите почему люди берут себе псевдоним вообще откуда пошла фамилия той которая нам навязана мне очень нравится одно видео там парень говорит люди я хочу задать вопрос почему есть фамилия сапожников но нет фамилия инженеров я сначала не понял прикол я нажал на паузу присел такой знаете прям присел я вот ходил по квартире смотрел а то решил присесть что за хрень в смысле не понял я еще раз включаю и он снова говорит люди ну ответьте мне на вопрос почему фамилия рабов есть а не рабов нет я завис а на самом деле принадлежность и к деятельности верно фамилия это же деятельность фамилия которая прописывает тебя и твои действия в будущем понимаете и когда человек берет псевдоним что с ним происходит он меняет он ее же берет и меняет то есть у него к примеру прописан сапожников вот он должен жить как сапожников ремонтировать обувь и быть рабом а тут он берет псевдоним себе он его меняет он меняет структуру себя и я охренел так на самом деле так оно и есть ты меняешь свою энергию меняешь свои помысли когда ты что когда ты становишься собой видите меняшь подхватывает и подписчики вот и все ты поменял фамилию сапожникова на инженерова и ты поменял свою энергию и свое предназначение ты уже другой поэтому люди берут себе псевдонимы вспоминайте этих актеров в голливуде у них же там иногда фамилии просто обхохочешься с их именами да есть такие там некоторые поэтому мы знаем такие как они сейчас есть Бред и Питт и всякие все остальное а до этого у них там все совсем по-другому для чего вам потребен додаток по-перше вы отримаете доступ до правового контенту у виглядя кейсов по-друге при выникненном неправомирных действиях у вас есть возможность зафиксировать правопорушения за допомогою трансляции по-третье при выникненном терминовые потребы в допомозе начать соцсигнал данный сигнал сповестить про это ваше доверенное коло и пользователей в додатку поблизу вас выобразить им вашу геолокацию и начать в видеотрансляцию мы подготовили для вас шаблони заяв и запитки которые вы можете бесплатно завантажить и использовать за потребы и главное подписчики додатку могут получать экстренную квалифицированную помощь адвоката в коротшие сроки 24 на 7 нужно только натиснуть кнопку экстренный виклик адвоката и помните чтобы с вами не происходило завжди при собі майте разголос все в этой жизни неоднозначно и к сожалению изучая других людей других авторов канала не менее не менее меньше чем мои а то и больше намного я не вижу как вам так правильно сказать каких-то изменений в осознанности у людей все вещают в каком-то рабовладическом строе вот я вам даю эту информацию обязательно вы ее должны именно так воспринять как я вам дал и по-другому быть не может понимаете и это всех касается это касается блогеров инстаграм у всех Галушка стала Брежневой вот ну фамилия Галушка Галушка обычно ну что такое Галушка полтавские Галушки понимаете а то Брежнев Брежнев под Брежнева понимаете про секретаря ЦКПСС про лидера мнений про лидера народа понимаете оооо конечно Брежнева лучше чем какой-то непонятный Галушка как и сапожником почему Ленин Ленин а это же не его фамилия я же надеюсь знаете да хоть это или вы думаете что Ленин это Ленин с фамилией Ленин он же себе взял почему-то этот псевдоним Ленин по какой-то причине еще тогда 120 лет назад даже больше когда он там родился в конце 80-х еще хер его знает какого времени а может он уже и не рождался я уже тоже не верю в это может это просто есть это кукла который нам внедрили повязали сказали вот пожалуйста и положили его в этот моноскрипт я его назову по-другому никак это сбор этой энергии хреновой которая лежит в определенном порядке с определенным вектором направления ногами и всего остального все там тоже не просто так эту тему поднимал на телеграм-канале заходите смотрите вбивайте вы все увидите и каким образом этот монумен создан и в каком формате он создан и из чего он создан и как он географически правильно расположен в отношении сбора гаваха и что это вообще почему туда приходят на поклонные люди к ладошкам и всем остальным и почему они заходят только по определенному коридору в определенной закрученной энергией все для того чтобы они там это отдали энергию вот и все все очень просто ну прямо вот так вот вам вам вот принесли сказали посмотрите вот оно же есть ну неужели вы верите в другое а все верят верят какой-то Владимир Ильич Ленин говорил о том что учиться учиться и еще раз учиться понимаете это то что я учил в свое время в школе ну про Ленина что Ленин у нас оказывается борец с царским режимом был и помог помог большевикам все это зрубыты все это зрубыты тогда еще на русском все было сделать и помог избавиться от крепостного права и все остальное в это я все верил да я вам скажу больше я в это верил до сорока лет представляете мне сейчас стыдно что в сорок лет я дискутировал на эти темы что Ленин на самом деле для этого и жил вот я сейчас смотрю на себя сорокалетнего и такой знаете я его не знаю я вообще не знаю кто такой гурав сорок лет до сорока лет хренов знает кто это такой чувак которого просто без мозгов и таких же без мозгов сейчас вокруг вас и вокруг меня тьма которые тоже верят подсказки везде да Сергей подсказки везде подсказки на небе даже есть а мы ни хрена не смотрим Ленин жив Ленин будет жив ага вон Симпсоны на самом деле Симпсоны блять эти рептилии эти то что Байден который там здоровается с мифическими духами всем остальным а мы все ха ха хи хи а мне далеко не ха ха и не хи хи далеко вы понимаете эти же маски управляют нами а мы ха ха и хи хи и вот в этом все моменте когда ты в Киеве либо в Украине ты смотришь на этих ТЦКшников ментов которые вытворяют все это ты смотришь на них и думаешь ёой вы представляете насколько люди отупели вокруг них глобальное управление которое знаками полностью и все а они бегают друг за другом они там боятся блять с одной стороны мне очень жаль людей люди превратились в реально в ботов просто в ботов самых обычных он думает что он живой а он то не живой он бот он бот с фамилией которую ему дали сапожников образно да в кавычках я это называю не важно какая у тебя фамилия и бот который просто думает что он думает я вам расскажу разговор с одним знакомым ментом он подписан на мой телеграм-канал давно мы друг друга знаем и не знаю каким образом он не отписывается но он пытается вникать и вот он мне недавно пишет говорит ну скажи мне говорит ладно я вот читал что наши глаза это камера да я говорю ну знаете что он мне говорит а где тогда у меня в голове приемник куда вставляется карточка либо флешка либо еще там что то я сначала думал что он шутит чтобы вы понимали это мент не из разряда тех кто бегает за ухилянтами назовем их так да это не из разряда мент который ездит в патрульной полиции и знает только закон о полиции и больше ничего не знает когда ему начинаешь там рассказывать по даже законам в эмилизации кто там он сразу зависает это мент который занимает одно из ключевых руководить основных ключевых ключевое место должность неважно он руководит не одним десятком людей в разных структурах то есть это мент он как бы не очень самый-самый высокий ну и не самый-самый низкий ну мент у которого должны хоть немножко шарики работать не просто чтобы с дубинкой бегать и рассказывать полис я полис понимаете там похер что там полис там блять с удостоверением он даже знает что это удостоверение и не удостоверение то есть представляете насколько он осознанный а тут он мне спрашивает говорит а где в моей голове флешка я ему отвечаю говорю погоди если ты уже хоть как-то дотепл что наши глаза это видеокамеры да то что они делают они передают импульс по нейронам куда они передают он такой куда они передают я говорю тебя спрашиваю куда они передают он говорит ну теоретически согласно твоим словам они передают все что я вижу передается в какое-то место сбора этого память я говорю слушай почему ты уперся в том что у тебя какой-то в котелке должна быть какой-то тумбочка куда у тебя это память то есть по факту получается ты себя сам ограничил в памяти и я слышу он не отвечает он что-то мукает я говорю что ты мукаешь ты серьезно поверил в том что у тебя в голове ограниченная память ну ты же так говоришь я говорю а что я говорю я рассказываю про шишковидную железу про то что у нее безгранична это безграничная энергия и нет количества цифр которые вмещаются в твою голову ее просто нет в смысле ну я же знаю алфавит я же знаю цифры ну значит это же где-то что-то должно вмещаться я же откуда ты это беру знаете мне в какой-то момент показалось что я идиот ну мне реально показало что я идиот причем знаете я такой тупой какой-то вообще идиот который вообще ничего не понимает этой жизни я говорю ты знаешь мне надо либо покурить либо выпить но третьего варианта мне пока не идиот чтобы тебя понять точнее чтобы понять что ты от меня хочешь я хочу чтоб ты мне рассказал где моя память Она же у меня где-то в голове. Напомню, это мент, который руководит не одним десятком людей. Теперь вам понятно, когда вас остановит патрульная полиция, почему они как боты говорят. И когда ты им начинаешь хоть немножечко говорить про осознание, они зависают. Потому что у них на самом деле в голове ограниченный кусок металлической платы. Это как телефон, да? У вас когда в телефоне память забивается, что телефон делает? Тупит. Жестко тупит, пока вы не почистите память. И вот пока патрульному полицию не почистишь лишний кэш, он не начнет работать, понимаете? Патрули, это не в обиду вам, но вы просто сами так делаете. Я же с вами иногда общаюсь на дорогах, когда нарушаю. Я слышу, что вы говорите. И вижу, что вы говорите. И понимаю, что у вас ограниченное мышление. Вы просто сами не хотите выходить за свои рамки. Вам нравится, понимаете? И в этих рамках вы дали там в козивку, иди беги там. Находи ухилян, там вы и побежали. Как к цикарщикам тоже дали, побежали. А куда бежать, зачем бежать? Это хер его знает. Сказали, если не побежишь, то пойдешь на фронт. Послушайте, все. Никто вообще не хочет думать ни о чем. Вообще ни о чем. Никак, ничто. А почему? А это же энергия. А это же карма. А это же все возвращается обратно. А мой род, мои дети. А это же рано или поздно. А что я буду делать дальше? А куда я побегу? А буду ли я бежать? А что я буду говорить потом на суде? Никто ничего не думает. Далее. И побежали. Вот так вот. Вот так это и сейчас это все работает. Понимаете? Есть какая-то коробочка в голове, в мышлении. Это кусочек памяти. Вот там это все информация. О том, что это безгранично. О том, что голова это просто... Это так сделано удобно. Голова это для удобства восприятия нас с вами друг к другу. Чтобы мы смотрели на друга и видели. Там есть глаза, рот и два уха. А в этой голове еще есть что-то, что дает возможность нам с вами говорить, думать и приветствовать друг к другу. Вот так думают поэцейские, ТЦКшники и все остальные. Так, ладно. Я зашел немножко не в те темы. Это чистая, так как это... Закончить этот прямой эфир на веселой ноте. Где взять ссылку на ваш канал Неди. Голова и два уха. Люблю, целую.